Российский МИД сегодня снова раскритиковал Вашингтон. В Москве разочарованы тем, как Белый дом оценил встречу в Женеве. Напомним, Барак Обама высказал сомнения в том, что Россия выполнит договоренности и заявил, что не отказывается от дальнейших санкций. Как говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства, американская сторона упорно старается обелить действия нынешних киевских властей и грозит России новыми санкциями. В то же время и МИД, и представители российского парламента рассчитывают на то, что меры, выработанные в Женеве, удастся реализовать. Российские дипломаты услышали в заявлениях Вашингтона, сделанных по итогам встречи в Женеве, ультимативные нотки. В российском МИДе заявили, что американские официальные лица угрожают Москве новыми санкциями. А это, цитата, совершенно неприемлемо. И создается впечатление, что санкционный язык все больше заменяет для США нормальную дипломатию. Осудив заявление американских чиновников, на Смоленской площади, тем не менее, заявили. Здесь рассчитывают на то, что реальные дела будут соответствовать достигнутым договоренностям. Правда, пока особых подвижек в плане выполнения Женевского соглашения нет. Киев практически сразу уведомил участников переговоров о том, что не собирается выводить войска с юго-востока страны. А представители так называемой Донецкой Народной Республики в связи с этим сообщили, что не пойдут на уступки. Тем не менее, по словам депутата и бывшего посла России в ЕС Василия Лихачева, встреча в Женеве была событием неординарным и результативным. Вклад его надо оценивать, этого события, в некую такую мини-кабо-разрядку и на киевском направлении, и примитив к европейским событиям и обстоятельствам вообще. Для России вчерашняя встреча – это еще одно подтверждение, подтверждение для внешнего употребления, что Россия была и остается первоклассным европейским и мировым игроком, которым латает современным интеллектуальным потенциалом и политической волей и умеет гармонизировать интересы. Что касается практического воплощения достигнутых договоренностей, то, конечно, трудности будут, сообщил депутат. В этих условиях сторонам следовало бы избегать резких высказываний и прекратить информационную войну, констатируют специалисты. Впрочем, мало кто из экспертов или политиков всерьез верит в нормализацию отношений и смягчение риторики. Взаимная неприязнь уже переросла в ненависть. В Москве уверены, что договоренности, достигнутые в Женеве, будут исполняться. Правда, по мнению российских чиновников, украинской стороне сложно будет выполнить пункт, касающийся незаконных вооруженных формирований. В Москве под ними подразумевают активистов правого сектора. И, как считают здесь, Киеву будет сложно с ними решить вопрос безболезненно. Правда, по словам политолога Александра Шумилина, правый сектор – это сегодня не главная проблема. И в Киеве под вооруженными формированиями скорее понимают тех, кто сейчас захватил административные здания на юго-востоке Украины. Будет ли оно исполняться, это главный вопрос. Разумеется, не будет. По одной простой причине, что формально Россия не имеет инструментов воздействия ни на одну из сторон. Формально я подчеркиваю. Как на повстанцев донецких – это не граждане России с точки зрения Москвы, а граждане Украины, доведенные до отчаяния, беру в кавычках, фашистской хунтой в Киеве. Хунта тем более не подчиняется в Москве. Поэтому инструментов влияния на ситуацию формально у России нет, но реально как раз все нити влияния в ее руках. Реально в виде этих зеленых человечков, уже признанных Путиным, применительно Крыму, но мы их видим и в Донецке, и в Луганске, и в Славянске. Именно они делают погоду. Так что никто не может сейчас сказать, куда будет разворачиваться ситуация. Скептики резюмируют. Женевское соглашение – это красивая формула, которая выработана прежде всего для поиска договоренностей между Москвой и Вашингтоном. А Украине придется принять решение больших и важных игроков. Александра Агиенко, Алексей Матвеев, Артевиай, Москва.